Копившиеся противоречия по различным региональным проблемам между двумя союзниками в войне против Асадов в Сирии, Саудовской Аравии и Катаром получили неожиданное развитие. 5 июня Эр-Риад пошел на беспрецедентный шаг, когда вместе с другими странами региона Объединенных Арабских Эмиратов Египтом и Бахрейном объявил о разрыве дипломатических отношений с Дахой. Позже к ним присоединились Ливия, Йемен и Мальдивская республика. Началом для этого решения послужило то, что на сайте Катарского агентства новостей 23 мая появилось заявление Дахи в поддержку улучшения отношений с Ираном, поддержки экстремистских организаций, братья-мусульмане, исламское государство, а также подрывная, по мнению большинства арабских лидеров, деятельность, которую ведет катарское руководство в болевых точках региона Сирии и Ебине, а также в Ливии. Возникает закономерный вопрос, зачем Катару выбиваться из арабского лагеря и более того, аравийской монархической суннитской идентичности, которая имеет глубокие исторические корни, и заигрывать с шиитским Ираном, которого саудовский король Пторя Трампу назвал пособником международного регионального терроризма. Если отвечать коротко, то это извечный спор о лидерстве в арабском мире и совместные газовые интересы Катара и Ирана. Эти две соседние страны имеют одно общее в геологическом отношении громадное газовое месторождение. Тем не менее, такой подход грозит Катару тем, что он рискует попасть в немилость Вашингтону, хотя реакция последнего на текущий межарабский кризис была примирительной. Команда Трампа пока еще окончательно не определилась с ближневосточной политикой. Так, госсекретарь Рекс Тилерсон, комментируя заявление ряда стран Персидского залива о разрыве дипломатических отношений с Катаром, призвал государство региона к единству. Мы, разумеется, призываем стороны сесть вместе за стол переговоров и устранить эти разногласия. Представляется, что саудовско-катарское обострение в большей мере касается Москвы, чем Вашингтона. Более того, оно в интересах Кремля во многих отношениях. Во-первых, уже пришло сообщение о том, что кризис в Персидском заливе привел к росту цен на нефть марки бренд. Во-вторых, это облегчает задачи Путина в Сирии, где катарский эмир совместно с саудовским королем и примкнувшим к ним Эрдоганом совсем еще недавно выступали единым фронтом против Асада. Разрушение этого зловещего альянса, начавшегося после «примирения» Путина с Эрдоганом, конечно же, на руку Кремлю. В этом отношении комментарий Лаврова по поводу решения ряда арабских стран разорвать дипотношения с Катаром выглядят, мягко говоря, лукавством, а грубо говоря, просто ложью и лицемерием. Вот цитата Лаврова. «Это их дело, это двухсторонние отношения этих государств. Мы в эти решения не вмешиваемся, хотя нас подозревают в том, что за любым событием в мире стоим мы, но, уверяю вас, это не так». Между тем, хорошо известно, что Москва, не говоря уже о Сирии, вмешивается также в события в Ливии, а не только в нем, но еще и в Йемене, где наиболее выпукло сосредоточены сложные и запутанные противоречия региона. В арабских и западных СМИ регулярно можно встретить материалы о вмешательстве Москвы в ливийские дела и двойственную позицию в Йемене, где Россия якобы сотрудничает с Арабскими Эмиратами в урегулировании конфликта между захватившими власть хуситами и свергнутыми законными властями президента. На деле осуществляется прежняя линия на раздел страны путем поддержки сепаратистов Юга, в свое время создавшуюся с помощью СССР в отдельное государство. Поэтому слова Лаврова о том, что Москва заинтересована в том, чтобы поддерживать добрые отношения со всеми странами в регионе Ближнего Востока, следует расценивать как стремление еще больше расширять деструктивное влияние в этом важном для Кремля нефтегазовом регионе с целью поддержания соответствующего уровня мировых цен на углеводороды. Другими словами, они заинтересованы в любой войнушке, лишь бы цена на нефть пошла вверх.